В технологическом институте полный зал. Будущие и нынешние студенты обсуждают, как голосовать за общественные пространства Бийска. Штаб общественной поддержки в Алтайском крае стал площадкой для открытого диалога. Город меняется к лучшему. Уже 17 территорий благоустроили в Наукограде с 2017 года в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Парки, скверы теперь есть где погулять, констатируют власти мамам с колясками, пенсионерам. А вот мест для отдыха молодежи, причем активного, практически нет. Хотя живут в Бийске почти 12 тысяч молодых людей от 14 до 18 лет и почти 9 тысяч человек от 18 до 22. Да и глава города здесь молодой. Не могу, конечно, вам рекомендовать или лоббировать определенный парк, за какой нужно голосовать. А как житель города хотел бы попросить, чтобы вы проявили активность, дорогие студенты, проголосовали, чтобы в нашем городе появилось новое современное молодежное пространство. Велосипеды, самокаты, скейты в Бийске у многих, но кроме площадки для малышей кататься больше негде, констатируют и любители, и профессионалы. Не хватает фигур. Если взять, например, парк строителей, он в целом не пригоден для катания, потому что фигуры сделаны из металла, колеса скользят. В целом сама постановка фигур, то есть как они стоят, очень плохая. И, соответственно, было бы здорово, если проголосуют за скейт-парк, который в целом будет очень хороший, где ребята также будут приходить кататься. Идею создания скейт-парка в своем родном городе поддержала депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Совместно с молодежным активом изучили опыт других городов, общались с движением «Уличная классика» из Краснодарского края. Поддерживают инициативу и депутаты Городской Думы Бийска. Прошу дать обратную связь, поддержать данный проект, потому что он достаточно дорогостоящий. Без участия федерального финансирования его реализовать будет невозможно. Но город в нем нуждается, молодежь в нем нуждается. Место под скейт-парк определили в зеленой зоне вдоль улицы Вали Максимова. И добраться будет удобно не только самим бейчанам, но и жителям зонального Бийского-Смоленского районов. Правда, если парк победит в голосовании. Бытует мнение среди бейчан о том, что наш голос ничего не решает. Чем выше активность, тем больше шансов за создание того или иного объекта. Если каждый из нас попросит своих друзей, родственников, знакомых проголосовать, то они поддержат обязательно эту идею. Голосовать могут те, кому уже исполнилось 14. На все про все, а именно на голосование за скейт-парк или другой объект, выделено 45 дней. 30 апреля – крайний срок. Активное участие в реализации национальных проектов, в том числе в выборе объектов для благоустройства – это возможность заявить о том, каким молодежь видит будущее своего города. Таким образом, участие в голосовании – это инструмент политического влияния. Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» действует по инициативе президента России. Бейск уже изменился и продолжает меняться к лучшему. Молодежь готова принимать в этом процессе активное участие и сейчас, и в дальнейшем. А станет ли скейт-парк победителем голосования, узнаем в начале мая. Итоги опубликуют на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.